александр как раз про азербайджан спрашивают серг тар на пи такой нику товарища почему азербайджане открывает посольство в израиле хотели бы вы как уроженец баку возглавить посольство израиля в азербайджане я вам открою небольшой секрет далеком от нас уже где-то девяносто втором году были такого рода намеки мне предлагалось поехать в баку но моя жена кроме того так сказать медицинской системы дети были маленькие а медицинская система так сказать по тем временам баку не была построена рассчитанная на маленьких детей иностранных дипломатов кроме этого жена не очень хотела так сказать уезжать в израиле а я слушаюсь как хороший еврейский муж что говорит моя жена и поэтому само по себе отпала эта идея несмотря на то что это мне предлагалось даже каким-то образом и я яковом кедми в свое время а вот почему нет посольства я думаю что у нас отношения настолько хорошие с азербайджаном по признанию ильхама алиева нынешнего президента азербайджана сына покойного гидара алиева что наши отношения с израилем азербайджан это как айсберг одна десятая часть над водой которая открыта девять десяток закрыта них никто не знает и чтобы дальше о них не знали также без дипломатических ношениях без азербайджанского посольства здесь мы имеем хорошее посольство в азербайджане хорошие отношения тому пример так сказать посещение азербайджана и нашими министрами нашим премьер-министром которая состоялась недавно я думаю что придет момент когда у нас откроется азербайджанское посольство в израиле тоже и как видно это будет не через много лет а это будет достаточно скоро алекс еще вопрос про нашего премьер-министра матвей корвин спрашивает кто главный кукловод попытках сместить биби знаете мне трудно сказать кто главный кукловод потому что к сожалению биби дает кое-какие поводы для того чтобы по крайней мере возникали вопросы по поводу возмещения совсем тем что биби я знаю генемин антония с 88 года знаю его лично и он тоже знает что меня зовут алекс векста мне трудно сказать кто кто то сказать главный кукловод но принимаю внимание на что достаточно запутанную политическую систему и те ошибки которые совершается биби бениамин антониял его семью его жену его детьми достаточно часто мы об этом часто видим средствах массовой информации и так далее так сказать создалась такого рода ситуация но я не думаю что есть какой-то один кукловод который этим управляет вопрос я так понимаю из россии скорее всего андрей первозванный пишет господин векслер не возникло ли у вас ощущение что во время слушаний в конгрессе сша кандидаты дональда трампа на посты министров обороны и госсекретаря во многом дистанцировались от его политики стоит ли серьезно относиться к их заявлениям об опасности россии действительно было рода со снова рода какое-то дистанцирование министра обороны и того же так сказать государственного секретаря но так или иначе они будут выполнять волю своего хозяина своего президента который будет избран у нас осталось уже до пятницы всего ничего сколько у нас осталось там я знаю четыре дня я думаю что все все будет есть контакты есть хорошие серьезные контакты я уже неоднократно говорил на каком уровне находится между между филина майка и патрушевым они осуществляются уже с 9 ноября до завтрашнего дня после подсчета результата выборов поэтому открыт откровенно говорит мы хорошо слышали пресс-конференцию трампа он хочет хороших отношений с россией он говорит о том что его встречу с президентом россии будет одной из первой если не самой первой встречи и он не как он сказал я просто цитирую я читал и и на иврите по-английски это что то если он захочет искать со мной сотрудничать я буду готов и рад это делать и уровень сотрудничества будет зависеть от тех общих задач которые будут перед нами поставлены и которые мы конечно же вместе сможем выполнить куда лучше чем каждый из нас в отдельности и даже если министр обороны тот который должен быть министром обороны где-то сказал что россия представляет опасность он тут же сказал тем не менее что мы заинтересованы в контакте с россией знаете он например даже по поводу израиля когда его спросили в министр обороны будущего где столетия израиля сказал в тель-левию потому что он поддерживается того что есть на сегодняшний день когда когда трамп говорит о том что это будет по-другому знаете не так долго нам осталось ждать скоро мы все это увидим несмотря на то что я не сомневаюсь что будет серьезное улучшение отношений как с россией так и с израилем при администрации трампа потому что я думаю что в россии в израиле это были две страны в мире в противоположность всей европе и всему так сказать западному сотрудничеству которые приветствовали победу трампа на выборах я один из них который с первого момента когда я заговорил о трампе полтора года назад я желаем ему опять победы и говорил это откровенно во всех своих передачах вы там и смиритель я думаю да вместе делали алекс вопрос виталия яныкина все неприятности с биби начались после выступления против сша в связи с принятием резолюции оон не кажется ли вам что это месть обамы и его шайки под конец своего правления ну то что обама не любит нашего премьер-министра у меня такого рода сомнений нет это слава богу известно на протяжении всех восьми лет правления двух каденций правления обама они кстати взаимно не любят один другого они вы знаете у них может быть очень похожее образование биби тоже так сказать кончил в бостоне технологический мастерский университет и у них кучу общих знакомых дело в том что почти с первого момента с первой встречи с биби обама видел в биби сенатора республиканского сенатора соединенных штатов он им куда больше видел республиканского сенатора то своего врага такого как я знаю маккейн скажем так чем премьер-министра израиля уровень так сказать познания биби по поводу америки его английский язык дает ему хорошее так сказать понятие так сказать согласиться со всем этим потом и биби совершал ошибки за все эти восемь лет по отношению кубами все его выступления в конгрессе и в сенате когда его с восторгом принимали особенно республиканцы но очень многие демократы его поддержка четыре года назад ромни мита ромни откровенная поддержка в на время в президентских выборов но он по-другому не мог повести это старые друзья не учились вместе правда ромни учился на три года старше именно ромни был глава проекта в котором биби работал как молодой специалист вы знаете это уже история за нами осталось последних там сегодня 16 17 18 19 20 4 дня правда обама не собирается полностью уходить в отставку он продолжает продолжает держать будет держать вокруг тебя советников чтобы попробовать контролировать ситуацию и не дать не дать дональду трампу улучшение отношений с россией в частности может быть и с израилем тоже я знаю но так или иначе в россии в израиле были самые довольные как руководители так и жители этих стран связи с победой дональда трампа алекс марк гпу спрашивает одях россия сообщила что сокращение российской группировки в сирии не затронет зенитно-ракетные системы с 400 и с 300 а также береговые комплексы бастион какие какую опасность для израиля представляют эти системы иными словами россия подложила израилю жирную свинью знак вопроса не думаю что россия подложила израиля сильную семью потому что все комплексы с-300 и с-400 и ваграцион находятся там в сирии с одной цели эта цель была нам заявлена с первого момента для охраны российских объектов для охраны порта для охраны аэродрома медим поэтому это не представляет никакой опасности для израиля потому что израиль не собирается летать в районах объектов контролируемых россии и аэродромов на сегодняшний день все что касается вне вне так сказать этих районов они не представляют для них опасности мы с вами хорошо видим что израиль здесь и там по признанию зарубежных средств информации совершает налеты облеты бомбежки уничтожения колонн автомобилев складов и так далее в разных районах это все проходит тихо спокойно более того и как я понимаю россияне это понимают и принимают если мы не атакуем российские аэродромы комплексы с-300 и с-400 они представляют опасность для израильских самолетов мих мих спрашивает почему уважаемый векслер в качестве еврея которым можно гордиться называл генерал-полковника мех леса ведь это подонок благодаря которому было расстреляно немало честных людей в том числе и чуть не расстреляли моего деда ответ типа это было время такое не принимаю время всегда одно люди разные этот господин как видно он взял из моей книги или с каких-то моих передач но он не до конца так сказать прочитал и понял то о чем я сказал я знаю что генерал-полковник мекклес был очень противоречивой фигуры и даже более того вызывал вызывал раздражение очень много людей и я его так сказать недолюбливал и не любил но я не занимаюсь фальсификации когда я пишу о евреях генерала и фальсификации истории не занимаюсь и поэтому такой человек как он был он не был положительной фигурой несомненно но он был он был даже заместитель наркома обороны какое-то время и он даже похоронен в кремлевской стене такая личность была на протяжении десятков лет истории то что я считаю его противоречивой отрицательной фигурой несомненно я согласен с нашим зрителям